Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходоев Алексей. Рад вас приветствовать на дневном технико-экономическом вводном вебинаре. На этом вебинаре мы вкратце показываем аспекты, преимущества, развитие проекта Skyway и плавно переходим на расширенный технико-экономический вебинар, который уже не совсем предназначен для новичков, но новички очень часто останавливаются в этой комнате и продолжают также слушать расширенный технико-экономический вебинар, чему мы, естественно, очень рады. И радость эта обоснованная, потому что на самом деле такого проекта, по которому мы сегодня будем с вами рассказывать, вещать, его в жизни сложно очень найти, фактически невозможно, я бы сказал, потому что такая возможность бывает раз в сто лет, и то, что никогда не будет у ваших детей такой возможности, то, что не было такой возможности у ваших родителей, я думаю, что, дамы и господа новички, сегодня вы это четко осознаете и поймете. Меня зовут Скадоев Алексей, сегодня я проведу вводный технико-экономический вебинар с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем, на второй части Сибиряков Сергея Анатольевича уже подключится к нам и, соответственно, расскажет уже в наложении на текущие события, на текущую макроэкономику, на текущие, возможно, политические события, каким образом SkyWay вообще можно накладывать и как, в том числе, экономический мир, современную мировую экономику SkyWay, технология SkyWay сможет изменить, начать изменять уже в ближайшем будущем. Но для начала давайте, пожалуйста, пройдем опросник, в который раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре, данный вебинар ориентирован в первую очередь на новичков, и поэтому, естественно, хотелось бы, чтобы по максимуму здесь присутствовали именно новички, но присутствуют те люди, которые второй раз послушали, то есть с первого раза могло быть непонятно, и также можно считать новичками на самом деле, но основная масса, как мы не боремся, что вводные технико-экономические вебинары, это вебинар действительно для новичков, все равно посещает достаточно много людей, кто уже сегодня не в первый день находится в проекте, для того, чтобы, возможно, выяснить информацию, та, которая не в допонят, хотя на вводном технико-экономическом вебинаре элементарная информация дается, и мы стараемся ее максимально упрощать, и максимально сжато, понятно давать в первую очередь новичкам. Проголосовало 49 человек, в аудитории присутствует 128 человек, давайте, пожалуйста, все проголосуем, в особенности новички, нажмите, пожалуйста, циферку 1, и, соответственно, ответить, тем самым мы будем понимать, сколько новичков присутствует в аудитории. Но на самом деле сейчас события развиваются таким образом, что можно сказать, что сейчас о проекте Skyway нужно меньше говорить, больше результатов, и человек очень быстро принимает решение присоединиться к проекту Skyway, либо наблюдать со стороны, потому что те новости, которые уже с начала 2016 года, в крайние месяца 2015 года происходили, это говорит о том, что проект не просто живет, он реален, он признан, и он признается, и всюду Skyway уже приглашают, и это происходит, да, мои господа, до демонстрации и сертификации, что очень-очень примечательно. Да, вот кто присутствует первый раз и вдруг не проголосовал, не понимает, как это сделать, просто поставьте циферку 1, либо много циферок 1 в чате. Тем самым я буду понимать, что уже не 4 человека присутствуют, новичков на вебинаре, а более. Но, собственно, я перейду уже непосредственно к презентации. Да, многие включаются таким образом, что именно один человек, который присутствует на вебинаре, это точка включения, то есть это один компьютер, либо все транслируется на проектор со звуком и так далее. Собирается достаточно много новичков в офисах наших региональных представительствах, недавно Руслан Багиров провел замечательную встречу в одном из ПТУ Екатеринбурга, и это доказывает, что действительно Skyway начинает шагать по планете, действительно Skyway интересует молодежь, в Skyway присоединяется и стар, и млад, и не просто присоединяется, а присоединяется осознанно, понимая, зачем необходим Skyway лично человеку, который входит в проект, и, соответственно, как Skyway действительно повлияет на наш глобальный мир, на нашу планету. И чтобы сложилось понимание в самом начале, дамы и господа новички, в первую очередь я напоминаю, что данный вебинар ориентирован и направлен на вас, и только на вас. Я хотел бы показать вообще, насколько сейчас жизни необходимо внедрение Skyway вообще в современной инфраструктуре, в современной логистике, и почему это является будущим мировой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной и даже социальной сетью. То есть это сеть Transnet, которая основана на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого, и ранее в агентстве стратегических инициатив США DARP оттуда произошла всеми нами известная сеть интернет. Начиналось это всего с 2000 людей, но сейчас вы все прекрасно понимаете, насколько огромный потенциал имеет в своем развитии интернет. То есть до сих пор интернет развивается, потому что не везде интернет-сеть пришла, и в отдаленные районы на самом деле она, возможно, не придет еще и долго, потому что как раз-таки интернет – это виртуальная сеть. Это то, что с помощью оптоволокна и так далее, с помощью прокладки кабелей происходит соединение одного компьютера с другим, объединение – это в глобальную сеть. Но компьютеры не перемещаются, компьютеры стационарные, и все это воплощение в сети происходит именно виртуально. Что касается сети Транснет – это объединение. То, что объединило в себе и собрало интернет, это, соответственно, передача информационного сигнала, это передача информации, это различные денежные переводы, это различные именно вот те простые вещи, которые на сегодняшний день очень серьезно нам облегчают жизнь и, соответственно, мы не можем представить на сегодняшний день нашу жизнь. То есть все прекрасно понимаете, что в интернете уже возникает привычным образом покупка онлайн-билет как на самолет, так на поезды, так и на различные мероприятия. И таким же абсолютно привычным для поколения, которое сейчас подрастает и то поколение, которому сейчас по 6-7 лет абсолютно с лихвой и с большим профессионализмом обращается с современными планшетами, с современными смартфонами. То есть это детище, это порождение пятого технологического уклада. Что касается сети Транснет, это уже шестой технологический уклад и, можно сказать, интернет это старший брат, он действительно старший и можно назвать его младшим, потому что Транснет будет более перспективной сетью и более модернизационной и очень необходимой на сегодняшний день к внедрению современной транспортной и не только логистики. Сеть Транснет это то, что будет объединять себе как передачу цифрового сигнала, так передачу мобильных радиосигналов, так перемещение подвижного состава внутри сети, там где будет путевая структура сети Транснет построена. И, соответственно, это естественно мгновенное перемещение человека из точку А в точку Б, это мгновенное перемещение фактически грузов без простоев на именно станциях в различных перевалочных пунктах, в аэропортах, что касается пассажиров, на различных аэро- и обычных вокзалах, железнодорожных вокзалах. То есть вот этих пробок, логистических пробок, которые мы на сегодняшний день наблюдаем в современном мире, их с появлением Skyway не будет, потому что все по школе Анатолия Эдуардовича Ницкого, приверженцами которой мы являемся, именно техническая школа, и более того, данную техническую школу, именно технологию Skyway абсолютно признал экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 11 февраля 2016 года. Это говорит о том, что технологических рисков нет, и единственный на сегодняшний день риск, который также сейчас, можно сказать, на данном этапе сводится к минимуму, это риск недофинансирования технологий. Той технологии, которая позволит людям, грузам, товарам перемещаться не за долгие часы, сутки и даже месяцы, не простаивать в транспортно-логистических пробках и не наблюдать эту картину транспортно-логистического коллапса сумасшедших пробок, сумасшедших экологических загрязнений современных мегаполисов и, соответственно, создавать экогенную технологию, чего не скажешь о современных автомобилях. Но начиналось это на самом деле не год, не два, не три назад. Все началось в далеких 70-х годах. Это был конец 70-х годов, когда Анатолий Эдуардович Юницкий представил конкретную схему вывода промышленности в открытый космос с помощью специального кольца, который расширяется, уравновешивается центром массы Земли. И, соответственно, это тот способ, который представил Анатолий Эдуардович Юницкий еще на тот момент, на ту эпоху, каким образом перемещать товары, грузы и даже людей при стоимости 1 кг за 1 доллар. На сегодняшний день это сотни тысяч долларов, как максимум и десятки тысяч долларов, как минимум перемещения. Что мы можем сказать про запуск супутников и так далее. На самом деле, немного, так скажем, людей сейчас занимается этим направлением, серьезно, глобально. Одним из них является Илон Маск. И более того, Илон Маск – это автор и изобретатель технологии Hyperloop. Технологию Hyperloop, также транспорт второго уровня, именно высокоскоростной, который будет способен достигать тысячи километров в час, тысячу километров в час, будет представлен на выставке 20-23 сентября, на которую также Skyway пригласили. Не то что, прошу обратить внимание, кто-то просился на эту выставку, кто-то, допустим, заполнял пресс-релиз, наоборот, пригласили. То есть, это очень важный аспект и момент. И видео, я думаю, что в конце второго расширенного вебинара, интервью Виктора Бабурина, я обязательно поставлю. И сейчас, я думаю, что в 2016 году нас ждет очень много еще событий по признанию технологии, по занятию, возможно, каких-то номинаций, получению наград, потому что ранее технология Skyway и Анатолий Эдуардович Юницкий получили достаточно множество наград и признаний. Это была золотая колесница, это различные гранты ООН. И недавно технология Skyway получила также Гранд ПРООН за озелененные крыши. Это ноу-хау, который позволяет удешевлять конструкцию, строительство анкерных опор. И, соответственно, действительно возводить экологически очень полезные здания, которые могут являться одновременно как коммерческими, жилыми объектами недвижимости, так и анкерными опорами, доминантами, так скажем, которые на себя принимают всю основную нагрузку. Но не будем вдаваться в терминологию, дамы и господа, это вебинар вводный для новичков. И в 2000-х годах начались уже серьезные испытания второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это происходило в Московской области, город Озеры. Испытания проходили с 2001 года по 2009 год. И финансировал данный проект губернатор Красноярского края, лебедь Александр Иванович, который, к сожалению, очень большой печалью, действительно, потому что Александр Иванович был очень серьезным сподвижником проекта Skyway. И одной из его фраз-апоризмов была такая фраза, что струнным технологиям в России быть. И сейчас на самом деле события складываются так, что действительно мы видим, что струнным технологиям не только в России быть, но и по всему миру. Об этом говорит сегодняшнее уже признание. И был построен технопарк, это еще был не техноэкопарк, на тот момент мы называли еще это все полигоном, то есть такой военный достаточный термин, который мы договорились не использовать. Но, тем не менее, здесь были проведены очень серьезные испытания путевой структуры, то есть это технология второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, именно второе поколение. И в 2009 году была представлена презентация на Госсовете России по инновациям в транспорте Дмитрию Анатольевичу Медведеву, президенту на тот момент. И через некоторое время, в небольшой промежуток времени, неизвестные лица по неизвестным причинам приехали и полностью разрушили полигон в городе Озеры. И полигон действительно по праву можно называть именно тот технопарк, потому что определенный, так скажем, шквал военных, в том числе действий противоправных, то есть это были не совсем военные действия, но те действия, которые можно было охарактеризовать именно такими непредсказуемыми вообще моментами, когда с помощью спецтехники приехали и уничтожили этот полигон. По каким причинам, дамы и господа, мы можем только догадываться. Возможно, это какая-то конкуренция, возможно, это не то время еще было и время еще не пришло. Но как раз таки в 2013 году, благодаря, и я подчеркиваю слово, благодаря этим событиям, то, что произошло в Озерах, то, что преследовало до 2013 года и делало действительно сильнее как Анатолия Эдуардовича Юницкого лично, так и весь проект целиком и команду, которая двигалась с Анатолием Эдуардовичем Юницким, это в том числе Виктор Бабурин, это в том числе Сергей Анатольевич Собиряков. И с 2013 года как раз таки была предпринята рискованная достаточно модель, это модель народного финансирования, модель краудинвестинга. Это то, с чем можно сравнить, допустим, Kickstarter, Crowdcube и так далее, когда стартапы финансируются за счет народных инвестиций, но отличие от краудфандинга к краудинвестингу заключается в том, что человек не получает долю компании, какие-либо обязательства, которые в будущем могут стать достаточно прибыльными и интересными с точки зрения дохода акциями. Skyway как раз таки пошло по этому пути, и на сегодняшний день вот те направления, которые вы видите на слайде, это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт, и, естественно, это спортивно-экскурсионный, туристический, развлекательный в некотором плане транспорт, именуемый юнибайке. И это все сейчас входит в концепцию развития и в основную продукцию, не побоюсь этого слова, международной группы компаний Skyway и непосредственно ЗАО «Струнные технологии», которая, компания находится в городе Минск, замечательный бизнес-центр «Титан», занимает ЗАО «Струнные технологии» уже фактически 5 этажей, и сейчас арендована также производственная база на территории бывшего производства «Е-мобили», и мы помним об этой инновации именно на российском рынке, неудавшейся инновации. И что я могу сказать, что Анатолий Эдуардович Юницкий обладает огромным предвидением ситуации и бизионерством, так как вообще концепция техно-эко-парк появилась задолго до того, как зарубежные СМИ затрубили о том, что Apple, что штаб-квартира Google также будет с зелеными насаждениями, с элементами именно использования экологических факторов и экологических моментов, аспектов различных деревьев и различных кустарников. Это действительно мировой тренд, который, не глядя, Анатолий Эдуардович Юницкий предвидел и воплотил именно не техно-парк, а техно-эко-парк. И вот вы видите, пожалуйста, легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт. Это та, так скажем, отмычка, тот консервный нож, который привскрыл рынок, в который мы на сегодняшний день входим, без какой-либо конкуренции и без какой-либо борьбы. Это та стратегия, которая была принята чуть более полугода назад. И Анатолий Эдуардович Юницкий, благодаря тому, что сформирована очень мощная, дружная, сплоченная и высокоинтеллектуальная профессиональная команда зао-струнные технологии, буквально за несколько дней эту концепцию довел до ума и далее начала создаваться техническая документация. То есть, это, можно сказать, такой упрощенный вид городского пассажирского транспорта. Юнибайки предназначены на один, два, максимум три человека и, соответственно, это будет являться огромной составляющей новой концепции, новых городов, линейных городов. И, соответственно, технология Skyway, дамы и господа, по сравнению со всеми существующими на сегодняшний день транспортами, это та технология, которая действительно в себе несет очень серьезный момент экологичности. Это то, о чем говорили на крайней конвенции ООН по глобальному изменению климата, по глобальному потеплению, по таянию ледников и так далее. И на самом деле, сейчас, и Илон Маск об этом говорил и говорит, что необходимо вводить налог вообще на выделение углекислого газа, потому что фактически тысячи тонн, к миллионам тонн уже приближается то количество, которое раньше залегало именно в недрах земли, добывалось в виде угля, в виде различных топливных составляющих, полезных ископаемых. И, соответственно, сейчас мы производим такой глобальный, очень серьезный и опасный химический эксперимент, перемещая всю эту массу в виде СО2 в нашу с вами атмосферу. Соответственно, когда этот химический эксперимент даст свою реакцию, Анатолий Эдуардович предсказывает, что через 2-3 поколения мы можем пройти точку невозврата и все, как бы, время существования планеты именно в том виде, в котором мы на сегодняшний день ее наблюдаем, оно будет сочтено. И это очень важный момент, на самом деле, сплочение и объединение людей вокруг проекта Skyway. Многие иностранцы, даже когда у нас не был переведен личный кабинет, по каким-то инструкциям и так далее, кто-то объяснял методом сарафанного радио, передавал друг другу информацию, и если, например, Жак Фреско представил концепцию проекта Венера, то есть, это городов будущего, и эта концепция именно такая мечтательная, без инженерного подкрепления, но с очень мощной визуализацией, то, если говорить про Анатолия Эдуардовича Юницкого, это уже конкретное инженерное обоснование, конкретное отсутствие технических рисков и, соответственно, воплощение в железе. Это то, что мы сейчас уже получаем в виде результатов, и, соответственно, будет далее себе нести низкую стоимость передвижения как людей, так и товаров и грузов со скоростью до 500-600 километров в час. Соответственно, это будет очень низкая материалоемкость, низкая стоимость по сравнению с существующими современными автобанами, автомагистралями. Даже взлетно-посадочные полосы можно будет армировать струнами, и, соответственно, они будут более дешевыми, они будут более долговечными, и они будут более безопасными. Огромный момент уделяется, на самом деле, в первую очередь безопасности и комфорту перемещения. А как раз-таки комфорт перемещения и очень серьезную аэродинамику несет себе форма, форма капли. То есть, если говорить про технический аспект, то идеальная форма капли имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,04. То есть, это максимально достижимый коэффициент аэродинамического сопротивления при данной форме. Если говорить про максимально достижимый коэффициент у современного спорткара, то это 0,2. Что не скажешь, например, даже о Бугате Верон, то здесь коэффициент аэродинамического сопротивления 0,35. Как вы думаете, какой коэффициент аэродинамического сопротивления у подвижного состава Skyway. Он составляет на самом деле 0,05 как максимально достижимый, то есть это фактически близко к идеалу, это революция в аэродинамике, дамы и господа. И сейчас мы все с нетерпением ждем на самом деле результатов продувок в Санкт-Петербургском центре, продувочном центре лаборатории исследовательской, где была произведена некоторое время назад продувка, уже так скажем свежие результаты будут получены и я думаю, что они будут значительно лучше, чем прошлые устаканившиеся результаты в виде документации и так далее 0,075, то есть это будет стремиться как раз таки к 0,06 либо 0,05 даже как идеал. И это как раз таки, дамы и господа, провоцирует серьезной экономии и благодаря этому мы действительно можем перемещаться при затратах 100 грамм топлива на пассажира, при затратах 2-3 литра, при перемещении, допустим, даже в высокоскоростном движении литров топлива на 100 километров, о чем можно на самом деле мечтать только на сегодняшний день, говоря о современных транспортных средствах. И если говорить про наши реалии, именно Российской Федерации, то сейчас, так скажем, в ближайшей перспективе мы увидим серьезное повышение акцизов на бензин, и я думаю, что все это прекрасно ощутят. И, соответственно, в Российской Федерации, несмотря на то, что электромобили и так далее, не применяются, и как раз таки концепция электромобиля и подвижного состава, который может запитываться в том числе на обычном дизель-генераторе с помощью мотор-колес, и, соответственно, это действительно будет нести конкретную перспективу, и это уже несет конкретную перспективу и создает доказательную базу, которая была достаточно даже для экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. И буквально оскольце, дамы и господа, я хотел бы остановиться, почему струна, почему называется струнная технология. Соответственно, сейчас я могу сказать, что можно сравнить это действительно со струной. Это предварительно напряженная, закрепленная на концах анкерных опор, неразрезная статически неопределимая конструкция. То есть множество стальных проволок диаметром от нескольких миллиметров до 5 и выше миллиметров в зависимости от применения, от использования подвижного состава натягиваются, закрепляются, так скажем, с помощью специального элемента крепления, далее идет омоноличивание, далее ставится стальная головка рельса, которая, естественно, также обладает рядом ноу-хау. То есть не имеет никаких сварных швов, стыков, соединений, обеспечивает абсолютно комфортное перемещение по гладкой, ровной поверхности при соприкосновении сталь по стали. И, соответственно, из этого следуют минимальные коэффициенты трения и так далее, минимальная площадь соприкосновения при перемещении стального колеса по стальному рельсу. И это также имеет в результате очень серьезное снижение затрат материалов на строительство путевой структуры и ускорение строительства. То есть на сегодняшний день мы говорим о скоростях примерно 1 километр в сутки. И именно на этапе, когда сейчас только Транснет начнет развиваться и начнут строиться первые миллионы километров дорог. И, соответственно, далее это будут более серьезные показатели. Более того, даже если сейчас вы два отряда пустите именно по строительству друг напротив друга, то есть навстречу друг другу, то данный показатель можно, соответственно, уменьшить в два раза. И то, что я сегодня говорю, дамы и господа, в первую очередь новички, это не имело бы никакого доказательства, не имело бы никакого бы смысла, я бы сказал, если бы не велась сейчас уже стройка, если бы действительно технология Skyway, сеть Транснет уже в своей малой, пускай малой части, но воплощалась в эко-технопарке. И работа не прекращается ни на день, то есть даже выходные ведутся работы, и вы увидите, что анкерная опора, которая является именно транспортным логистическим центром, моделью транспортно-логистического центра, из которого будет выходить подвижной состав Skyway и перемещаться с высокими скоростями, сейчас это уже воплощается в реальность. Это как раз-таки стало возможным благодаря народному финансированию, благодаря тому, что сейчас более 50 тысяч инвесторов, среднюю цифру я говорю, регулярно инвестируют и фактически каждый месяц, так как у нас есть возможность уже несколько месяцев, мы имеем такую возможность, закреплять дискаунт, то есть венчурную премию за ваш риск участия в проекте и на максимально выгодных условиях приобретать обязательства, которые в будущем станут акциями, на мой взгляд, крупнейшей транспортной и не только мировой корпорации. И, дамы и господа, это то, чего, допустим, я не видел, когда я входил в проект Skyway. Я присоединился к проекту Skyway в феврале 2014 года. Единственное, то, что я услышал и увидел, это вебинар Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это слова моего знакомого, что, Алексей, я сегодня инвестировал в проект, и говорят, что это значительно более перспективно, чем Apple и Google. Так как мнению этого человека я доверял и инвестировал на тот момент несколько сотен тысяч рублей, то я стал изучать проект уже со второй попытки. В первый раз я проект не заметил, не поверил. Это было как раз самое начало краудинвестинга. Я, можно сказать, как и многие новички, мы попали в первую сотню инвесторов, но была первая пятерка. Это началось вообще с нескольких тульских парней. Естественно, во главе это в первую очередь Анатолий Эдуардович Юницкий, это Виктор Бабурин, это Сергей Анатольевич Сибиряков. Это та команда, которая начала очень серьезный проект именно с помощью рискованного такого способа народного финансирования. Но сейчас действительно уже мы можем сказать, что более года назад мы получили землю. Уже сейчас ведется в полной мере строительство. И в октябре 2016 года уже планируется показать действующий образец подвижного состава, который будет перемещаться. Это городской пассажирский транспорт. И также появившаяся недавно концепция и стратегия развития. Точка входа, я бы сказал, при общении с многими крупными инвесторами, с многими также интернет-лидерами, людьми, у которых большие как-либо интернет-сети, либо торговые сети. И, соответственно, заинтересованности действительно серьезными европейскими венчурными фондами технологии Skyway. Этому как раз-таки доказательство. Опять же повторяю, что просто пригласили, без какого-либо желания, естественно, было. Но конкретной направленности, целеустремленности, движения и проведения каких-либо мероприятий, подготовки, чтобы получить приглашение на «Инотранс» произведено не было. И как раз-таки специалисты «Инотранс» вышли на зал струнной технологии, на Виктора Бабурина, на Анатолия Двардовича Юницкого. И 20-23 сентября действительно будет решаться судьба транспорта ближайшего будущего. То есть будет представлена технология Hyperloop, это перемещение на высоких скоростях в вакуумной трубе. И струнный транспорт Анатолия Двардовича Юницкого, перемещение по струнной путевой структуре на высокодинамичном транспортном подвижном составе из точки А в точку Б. То есть я думаю, и я думаю, что все прекрасно понимают, что на данном событии можно будет расширить тот портфель заказов, который на сегодняшний день и так уже составляет миллиарды долларов. И, соответственно, после демонстрации и сертификации технологии капитализация не заставит себя долго ждать. Это мнение тех людей, кто развивает проект либо 15 лет, как Сергея Анатольевича, либо несколько лет, как многие активисты, которые присоединились именно уже в схему народного финансирования. И это даже мнение соучредителей, руководителей международных ассоциаций, таких как Международная академия теории решений изобретательских задач, как мнение Сергея Анатольевича Гришина, как мнение даже Владимира Вольфовича Жириновского. Это то, что действительно говорит о том, что, дамы и господа, хотя бы обратить внимание на этот проект жизненно и крайне необходимо, потому что в такой возможности далее может и не быть. Потому что мы позиционируем при тех общениях, при тех переговорах с потенциальными уже инвесторами, крупными, крупнейшими, я бы сказал, инвесторами, что закрытие финансирования корневой компании может произойти до 2016 года, и многие задают вопрос, а что будет потом? Друзья, а потом начнется самое интересное, когда максимально будет признана, очевидна и понятна технология, тогда начнутся очень многие адресные проекты, которые уже инициированы как на территории Российской Федерации, так и далеко за рубежом, и, соответственно, в этих проектах, также в тех, в которых именно в качестве коллективного инвестора фонды смогут участвовать, их не будут разом занимать крупные инвесторы, в этом также мы сможем продолжить наш путь развития Skyway и в капитализации уже в адресных проектах, и в дополнительной капитализации наших уже на тот момент, если немножко перенесемся в будущее, акции и, соответственно, увеличение потенциала наших возможных на сегодняшний день дивидендов. Поэтому, дамы и господа, я считаю отличной причиной рассказывать об этом действительно всем, об этом не стесняется рассказывать Михаил Кириченко, я считаю, это тот диктор, тот ведущий, который по популярности будет сравним уже в недалеком будущем с современными, как и российскими, так и международными ведущими, и, собственно, многие серьезные люди не просто присоединяются уже, инициируют адресные проекты и инвестируют в проект Skyway достаточно серьезные суммы, одновременно понимая, что это рисковый венчурный проект, но и понимая ту фразу, что «строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету». Сети новой, будущей, ближайшего будущего, транспортной, логистической, коммуникационной, информационной и даже социальной. Ну а я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Дамы и господа новички, я искренне надеюсь, что информация была понятна, и всех, кого заинтересовала данная информация, пожалуйста, передавайте информацию, и ждем вас на расширенном технико-экономическом вебинаре. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Приветствую всех. Это для новичков, моя фамилия Сибиряков, у нас сегодня среда. Значит, технико-экономические вебинары, которые ведем мы в основном вдвоем с Алексеем. Вот, для тех, кто знает уже о нашей работе, мы ввели две формы доведения информации для новичков, чтобы не грузить многими понятиями, и для тех, кто уже потом гружается и получает каждый раз новую информацию, анализ, потому что это технико-экономические вебинары, мы это оставляем на вторую часть, которая будет после небольшого перерыва в 13 часов. Вот, я с большим удовольствием слушаю Алексея, даже тут у меня, Алексей, сейчас переписочка была с некоторыми деятелями, которые там тебе делают комплименты по поводу того, как ты доводишь и делаешь информацию. Вот, я тоже очень рад, могу, единственное, что, я говорю, что это всего-то год с небольшим такой упорной работы, вот, у Алексея были такие дни, когда он проводил по 8 вебинаров в день, вот, в каких-то я ему помогал, какие-то он проводил сам, поэтому все это дает, естественно, результат. Это, друзья, просто практика и работа. Год назад, конечно, некоторые вебинары, которые мы с Алексеем ввели без слез, слушать было тяжело, это не только относится к Алексею, но и ко мне, хотя я довольно-таки много в проекте и много провел лекций, но у нас постоянно идут такие, я бы сказал, не дискуссии, а я постоянно выслушаю очень такие критические замечания со стороны Анатолида Ильича Юницкого, когда там, так мы не сказали, так интерпретировали, здесь неправильно, но для этого и нужно плотное взаимодействие, работа, что мы, естественно, учитываем все пожилые, мы, естественно, учитываем опыт, который нарабатываем, и я думаю, что те, кто включается в работу, наша задача, вот в этот 12-часовой вебинар, для тех, кто только пришел, это максимум дать понятно, доходчиво и емко информацию о проекте, о сути, о научной компетентности, состоятельности, о состоянии на сегодняшний день, о перспективах, чтобы в общем было понятно, и поэтому мы, меняя определенные формы доведения, меняя, вы, наверное, заметили уже, мы третий месяц ведем вот такие вводные вебинары, и они несколько меняются, мы изучаем, смотрим, анализируем, и каждый раз, и вот на прошлой неделе, Алексей то, что выложил в сети, везде идет, это получился один из таких наиболее удачных у нас вебинаров, поэтому мы его сейчас, вот где надо будет информацию давать только о проекте, мы рекомендуем рассылать именно этот вебинар, вот, потому что он, ну, такой очень-очень получился удачный, потому что, вы же понимаете, мы не попугаем, чтобы произносить одно и то же, и постоянно говорить одни и те же фразы по одним и тем же слайдам, все-таки есть эмоциональная составляющая, есть настроение в данный момент, есть аудитория, которая собирается, настроена, потому что от аудитории тоже очень много зависит, когда попадается несколько новичков, особенно умников, которые критически настроены, это резко меняет вообще весь тон вебинара, и я могу сказать, что вот наши вебинары, которые идут уже потом для тех, кто в проекте, они намного, ну, для нас они намного эмоциональны, с точки зрения благоприятны, потому что собираются единомышленники, собираются люди, которые уже поддерживают проект, которые хотят получить информацию, с ними намного интереснее с точки зрения работы, а когда новички, это тяжелее, потому что надо преодолевать скептиз, надо преодолевать сомнения, надо преодолевать именно то, что у людей есть определенный опыт, это интернет-проекты на 90%, которые это мошенничество, это обманы, пирамид, в которых люди участвовали и видели, это техническая несостоятельность очень многих проектов и в советское время и сегодня, и то, что мы сегодня делаем, друзья, это, конечно, уникально, это, конечно, сегодня вызывает уважение с точки зрения команды, которая сегодня это продвигает, это Анатолий Дуарович с командой управленцев и инженеров, которые есть, это сегодня уже профессионально сформировавшаяся команда менеджеров, которая продвигает этот проект, благодаря которому сегодня идет инвестирование и развитие экотехнопарка, это сегодня очень высокопрофессиональная команда юристов, которая ответила на все вопросы, которые существовали, И во второй части мы, кстати, обсудим ряд вопросов, потому что очень много юридических вопросов, особенно со стороны скептиков, которые не хотят участвовать в проекте, но хотят задавать вопросы, вот такие, к сожалению, тоже есть деятели, то ряд очень много вопросов, которые вводят в заблуждение ряд акционеров, тоже это отвечаем. Так вот, на сегодняшний момент сформировалась высокая профессиональная команда финансистов, юристов, экономистов, инженеров, все это управляется в единой системе, которая действительно уже семимильными шагами идет к результату, который мы перед собой ставим. Это демонстрация, сертификация патентования технологий, это запуск проектов с использованием технологий, создание уже корпораций по определенным видам деятельности, и сегодня эта работа активнейшая идет в разных регионах мира и в разных регионах у нас в России, в стране. Поэтому, это, друзья, активная сейчас фаза, в которой мы с вами все участвуем, и для новичков, для тех, кто не перейдет на нашу вторую часть на 13 часов после перерыва, могу сказать, что на этой неделе произошло, на предыдущий четверг произошло еще одно знаковое событие, то есть мы много говорили о экспертном совете Минтранса, это фактически научные жернова, через которые прошлось пройти Юницкому и команде, потому что это 31 эксперт, которые отрицательно настроены ко всем технологиям, кроме своей, которые вообще скептически настроены к тому, что сегодня происходит в инженерном мире, и, естественно, пройти через такой экспертный совет, ну, было практически, скажем, невозможно. Тем не менее, на протяжении более чем трех месяцев практически еженедельной работы Юницкому удалось убедить, доказать, и с экспертной точки зрения инженеры признали о том, что это очень авторитетный орган, о том, что эта технология инновационная, она существует, она готова к внедрению, и что никакая сегодня аналогичная технология близко не может сравниться по тем характеристикам, которые дает Skyway. И на прошлой неделе был следующий шаг по развитию уже этого направления, вот, когда, используя уже экспертный совет, именно заключение экспертного совета была очень серьезная презентация на более высоком правительственном уровне, уже органе правительства, которые принимают отношения, где также Анатолий Эдуардович с Виктором Бабуриным презентовали технологию, я могу сказать, что это был поистине триумф Skyway, и на сегодняшний момент можно сказать, что органы государственного управления, отвечающие за транспортную стратегию, сегодня активно поддерживают Skyway, и сегодня рекомендуют продвижение этой технологии во всех регионах России. Это еще одна наша очень большая победа, об этом вы видели репортаж, вот, естественно, что юридически дальше мы никаких больше говорить не будем слов, потому что мы все прошли с вами очень интересный эпизод с протоколом экспертного совета, это когда были тысячи звонков в Минтранс и доброжелателей, и недоброжелателей, вроде как, куда делся протокол, вот, поэтому на сегодняшний момент, друзья, дождемся официального заключения, я думаю, что Анатолий Эдуардович и Михаил Кириченко, традиционные уже сегодня для Skyway форумы, эту информацию покажут, сделают, а мы просто, исходя из анализа, исходя из той информации, которая прошла уже по чату, мы говорим о том, что, действительно, друзья, мы сделали следующий очередной шаг, это очень важный шаг, это очень важная победа, победа лично Юницкого, как инженера, победа Юницкого, как руководителя проекта, и наша общая победа, как те, кто продвигает технологию, которая сегодня признана и рекомендована к внедрению именно как транспорт второго уровня, как воздушное метро для, практически для всех регионов. Мы дальше, я уже во второй части буду рассказывать, что мы активнейшим образом это продвигать и делать, и сегодня мы выбрали там ряд таких опорных, пилотных регионов, которые Skyway будет развиваться в ближайшее время, это то, что на территории Российской Федерации. Еще один вопросик был, тут видно, люди, которые первый раз зашли и не до конца владеют нашей терминологией, и был вопрос, при чем здесь интернет, транснет, и почему, вплоть до того, что Алексей оговорился, что транснет это следующая сеть, что это развитие технологического уклада, я могу сказать, что это экономическая концепция, которой придерживается наша техника, экономическая школа, создатель этой инженерной школы, инженер Юницкий, а экономическое обоснование, экономическую смысл. Сегодня мы опираемся на труды нашего российского академика, российского экономиста, это еще Николая Кондратьева, который в начале 20 века показал теорию длинных экономических технологических циклов и ввел понятие технологические уклады и ядро технологического уклада в виде технологии. Он показал, что у каждого времени есть своя технология, которая определяет технологическое развитие, а соответственно это уже несет за собой финансовое и как следствие уже социально-экономическое развитие. И это вот теория длинных экономических циклов, потом это развивал в советское время академик Абалкин и как его уже ученик сегодня Сергей Юрьевич Глазев довел сегодня до, ну скажем так, сегодняшнего понимания теории длинных экономических циклов, технологических циклов. И мы пользуясь этой терминологией, как раз понимаем, что интернет это та технологическая революция, которая была последние 30 лет, это пятый технологический уклад, у него есть свои герои, свои компании, своя капитализация, своя логика развития, мы ее очень много анализировали на наших вебинарах, сейчас мы не будем это делать. А то, что мы с вами делаем, мы создаем следующий технологический уклад, ядром которого будет являться технология Skyway, то есть это преднапряженная путевая структура, по которой с большой скоростью, очень быстро, экономично, технологично, безопасно движется подвижной состав. Также Transnet это сеть, которая состоит именно из струнных транс, построенных по технологии Skyway, и это уже является не просто транспортным коммуникатором, а и информационным, потому что в него зашито оптиковое локно с огромной пропускной способностью, это энергетические коммуникаторы. То есть Transnet это следующая сеть, которая будет развиваться и которая даст абсолютно новые возможности в развитии, скажем, цивилизации, возможности, которые дает технологии, которые сегодня нам трудно предположить. Так же, как трудно предположить было какое-то время назад, что у нас у каждого в кармане будет мобильный телефон с мобильным интернетом, с огромной передачей данных со Skype, с GPS, с WhatsApp, еще куча функций, которыми мы сегодня пользуемся в одном мультимедийном устройстве. Вот, соответственно, это реальность сегодняшней нашей жизни и это капитализация крупнейших компаний, крупнейших корпораций, которые выросли уже на этом. Это создание новых рынков в мировой экономике, которые сегодня самые крупные в мире и, соответственно, то, что мы делаем за Transnet, это следующий за интернетом сеть, которая сегодня идет, она по капитализации намного превосходит рынок интернета, она по своим возможностям дает огромнейшие возможности создания новых рынков, которых мы сегодня не существуем. И то, которых сегодня не существует. И вы сегодня должны для себя, это новички, понять, что то, что произошло за последние 15-20 лет, то есть та технологическая революция, которая до неузнаваемости изменила наш мир сегодня, потому что нельзя мир сравнивать, который был в 90-м году, который сегодня с активным развитием фазы интернета, то есть именно интегрированной технологии, которая обеспечивает работу по сбору, обработке, передаче, использованию и хранению информации. Это интернет, это виртуальная реальность. Соответственно, Transnet это уже абсолютно четкое возвращение из виртуальной реальности в нашу повседневную, как говорится, в обычную реальность, но на абсолютно новом уровне. И насколько сегодня интернет убрал границу между информацией, убрал границу между общением, он дает сегодня возможность из любой точки мира в любую точку мира позвонить и даже передать видеосигнал и получить любую информацию по смартфону, который находится в руке. Вот, соответственно, это новое качество и управления, и финансовых систем банкинга, который привязан сегодня к мобильной системе. Так вот, друзья, самая главная фраза, которую вы сегодня должны запомнить, понять и принять, что в ближайшие 10-15 лет мир изменится еще более радикально, чем изменился за последние 15 лет. Это трудно себе представить, потому что, находясь в повседневности, находясь в той реальности, в которой же можно сказать, что мир так быстро меняется. Но я вам сейчас дам один пример, который вы можете запомнить и, соответственно, понимать, насколько мир изменится. То есть, когда вы будете сидеть на своем рабочем месте, в своем кресле, за своим рабочим столом, вот как я сегодня нахожусь и общаюсь с вами, так вот, параллельно вы можете перемещаться со скоростью 500-600 км в час в любую точку мира. Соответственно, вы можете в своем рабочем кресле, пока мы будем с вами 2 часа вести вебинар, со скоростью 500 км в час, то есть, это 1000 км. То есть, в принципе, я мог уже добраться за это время дальше, чем Киев, дальше, то есть, наверное, до Варшавы. А еще за час, наверное, уже быть где-то в Берлине, в Лейпциге, ну, я думаю, еще где-нибудь в Кёльне, если взять такое. А еще через час я был бы уже в Лондоне. Соответственно, друзья, вот что такое Транснет, и это то, что сегодня создается. Для вас это кажется сегодня абсолютно нереальной или фантастикой. Мы это сегодня создаем, так же, как в свое время для Сергея Брина было понятно, что такое интернет и как он будет работать, что такое Google. Как в свое время для создателя Майкрософта Билл Гейтса было понятно, что такое программирование, что такое облачное программирование, что такое информационная среда. И поэтому это люди своего, герои своего времени. Мы сегодня создаем новую реальность, новую технологическую платформу. И мир, который нас ожидает в ближайшее время, он будет крайне интересным, он будет крайне комфортным, он будет крайне экологичным. А мы сегодня, друзья, это делаем, это все зависит от нас. И вас мы зовем в то сообщество, в ту компанию, в ту корпорацию, которая сегодня этим занята. И у вас есть все возможности и лично поучаствовать, и проинвестировать, чтобы создать инвестиционный пакет и получать венчурные премии, которые идут за ростом и капитализацией компании. Все это, друзья, у вас есть возможности, и обо всем об этом мы говорим на наших вебинарах, объясняем, показываем. И тут много вопросов идет по IPO, по акциям. Я также во второй части это буду рассказывать, потому что многие просто не понимают суть вопросов, которые они задают, или просто слова не могут поставить в нужном порядке для того, чтобы задать вопрос и получить ответ. Соответственно, это, друзья, как раз и есть наша задача – нести, рассказывать, показывать, объяснять. Ну все, друзья, те, кто информацию сегодня получил, исчерпывающую, он дальше не будет двигаться со Skyway, значит, я с вами прощаюсь. Для вас «Строй Skyway», «Спасай планету» на сегодняшний момент еще ничего не значащие слова. Для всех остальных, кто переходит с нами на вторую 13-часовой вебинар, традиционно у нас 3, 5, 7 минут перерыв. У нас каждую неделю идут очень интересные репортажи. Соответственно, мы сейчас вам с пресс-службой вместе с Михаилом Кириченко представим последние новости, которые проходят. И продолжим работу в 13 часов для тех, кто уже со Skyway и тех, кто движется дальше. Все, друзья, прощаюсь с теми... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Этот выпуск первый на текущей рабочей неделе. Хотя понятие «рабочая неделя» по мере продвижения проекта становится для сотрудников международной группы компаний Skyway понятием все более и более размытым. Трудятся все, даже в выходные дни, от рабочего до генерального директора. Утром в субботу, 26 марта сего года, Анатолий Эдуардович Яницкий, только что вернувшийся из очень важной для деятельности компании командировки в Москву, едва сойдя с поезда, сразу же отправился в экотехнопарк Skyway в Марину-Горку для того, чтобы лично руководить процессом строительства. Надо было сказать, что вот эти столбы – это не забор больший, это для освещения, и там будет ходить в вине ограждения Юнибус, который выполняет другие функции. Ограждение – столб, маленький столб. Ограждение – столб, маленький столб, маленький столб. Анатолий Эдуардович Янин – был обнамен palabras «Фурку Магадс» Знакомьтесь вот подрядчик, директор его сайта Юнибуса. Всё, что делает подрождение. Решаем в процессе все, что непонятно, потому что первый опыт этот ничего, все проходит. А когда сделаем? По плану? 25 апреля? Ну, предлагаем все семки, подсыхает. В этой субботу в Экотехнопарке работали сразу три подрядные организации, осуществлявшие строительство транспортно-логистического узла «Скайуэй», совмещенного с концевой анкерной опорой, сооружение вспомогательной подъездной дороги, которая по окончании строительства будет выполнять функции туристической тропы, пролегая среди достопримечательностей такого уникального объекта, как Экотехнопарк, а также монтаж струн интеллектуального ограждения «Скайуэй». Анатолий Эдуардович лично осмотрел все участки фронта работ, поговорил с представителями подрядных организаций и подписал ряд документов. После этого он дал нашей съемочной группе свой комментарий относительно текущего этапа строительства Экотехнопарка и ближайших перспектив проекта. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Как говорится, с корабля на бал. Не успели вернуться из Москвы, как сразу, в Экотехнопарк. Что вас ведет сюда, что не дает отдыхать даже в выходной день? Мы работаем даже в выходные дни, если работают рабочие, я тоже должен работать. А какие рабочие работают для того, чтобы мы все-таки вовремя сделали. И в октябре мы показали уже тестовые участки, городскую, вот она. Это начальная часть высокоскоростной, которая идет на 15 метров туда дальше. Рядом будет легкая система, а дальше грузовая. У нас открываются серьезные перспективы, потому что мы получили поддержку на самом высоком уровне в России. И можно говорить о том, что после сертификации и демонстрации тестовых участков у нас пойдут серьезные заказы в России на нашу транспортную систему. Как по волшебству, день выдался необычайно солнечным. Словно само место и все его окрестности радостно приветствовали человека, который внес столь значительный вклад в изменения их внешнего вида и, по сути, превратил заброшенный танковый полигон в один из мировых центров технологического развития. Мы не могли не спросить у автора струнных технологий, что чувствует он, глядя на то, как воплощается в жизнь его замысел. Анатолий Эдуардович, хочется спросить. После почти 40 лет пути к вашей мечте, что вы эмоционально ощущаете в виде, как ваши мысли так масштабно все-таки материализуются? Удовлетворение. Увидеть то, что я воображал в металле, в бетоне, это счастье большое. Мы рады быть счастливы вместе с вами, рядом с вами. Спасибо вам. Потому что я делаю это для всех, не для себя, для всего человечества. Это нужно всем. Безопасные, эффективные, экологичные дороги нужны всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, друзья, добрый день. Продолжаем нашу работу. Для тех, кто только подключился, приветствую. На технико-экономическом нашем вебинаре по средам, который мы с Алексеем Суходоевым ведем, для тех, кто уже в проекте Skyway. Потому что тот, кто даже с вебинара новичков перешел на этот технико-экономический, расширенный вебинар, значит, будем считать, что он уже в нашей команде, значит, он уже сюда попал не зря. Во всяком случае, хоть какой-то проявляется... Продолжение следует... Продолжение следует...